Последняя сиделка Жанны Фриске, Наталья Корнеева, рассказала, что семья певицы посчитала слишком высокой цену за ее услуги по уходу за умирающей. В итоге в доме Фриске женщина проработала всего два дня и уволилась узнав, что ей ищут замену подешевле. Сиделку для больной раком исполнительницы ее родные нашли через одну из московских больниц. Из больницы мне позвонили, еще предупредили, что семья такая, что нужно держать язык за зубами. Первый день я приехала в дом просто посмотреть, познакомиться. На следующий день вышла на работу, рассказала сиделка. По ее словам, как правило, за уход за лежачими пациентами платят 1700 рублей в день, но отказываться от предложенных 1400 рублей женщина не стала. Корнеева должна была мыть и кормить Жанну Фриске, а также поворачивать ее, чтобы не образовывались пролежни. Жанна не разговаривала, просто держала меня за руку, моргала, пыталась говорить, но речи как таковой не было. Рядом с ней всегда были мама, сестра, подруга. Дима тоже был часто, но иногда вечерами уходил. Жанну никогда не оставляли, уход за ней был очень хорошим, отметила сиделка. Однако с Жанной Фриске Наталья Корнеева проработала совсем недолго, всего одну ночь. Отказаться же от ухода за певицей вынудили обстоятельства. Мне установили испытательный срок две недели, хотя обычно на это отводится три дня. Кроме того, они решили, что платить оговоренные 1400 рублей в день за мою работу, много, поскольку я должна была жить в их доме и питаться там. В итоге они начали искать дешевую сиделку, пояснила Наталья. Трудиться две недели бесплатно женщина не захотела, опасаясь, что по истечении данного срока ей объявили бы, что она не подошла для этой работы. Лучше за эти две недели я другую работу найду. Переночевав у кровати Жанны, утром подошла к ее маме и сказала, «Извините, я не буду у вас работать, вам нужен медик», и ушла, добавила Наталья Корнеева. Ранее сестра Жанны, Наталья, в интервью обвинила сиделку в том, что она не только сбежала от больной, но и едва не погубила ее. Она показалась нам замечательной и чувствительной. Но, переночевав в доме всего одну ночь, она просто развернулась и ушла. Причем, оставила Жанну одну. Мама увидела это, когда Жанна лежала лицом на подушке и чуть не задохнулась, заявила Наталья.